Почему человеку кажется, что он может продвигаться собственными силами, а не через помощь окружения? Потому что он работает в соответствии со своим желанием получать, к которому он привык. И в соответствии с его желанием получать, он не должен обращаться к свету, возвращающему к Источнику, к Высшему Свету. У него нет никакой проблемы. Судья видит только то, что видят его глаза, и тогда он продвигается, насколько вкладывает, знает, насколько он умный и сильный в соответствии с этим. Он, то, что называется, прорывается через все преграды. Ему для этого не нужна высшая сила, не нужен Творец. Ты видишь, ничего не нужно. В особенности, если он чувствует, что он способен все это сделать. Он отбрасывает всю свою связь с высшей силой. Даже если бы представлял себе, что это существует, он представляет, что есть у него связь с кем-то высшим. Из-за страха в этом мире, в будущем мире, из-за всех неудач, желание получает. Но если он знает, что он может добиться успеха с помощью желания получать, у него нет потребности высшей силы. Тогда как искра, которая является природой высшей силы, я не могу ни в чем преуспеть, если я не связан с этой силой. Если я не получаю от нее дополнительные силы. И необходимо понять, что это не искра, как представляется нам в этом мире, как что-то оторванное от высшего света и находится во мне. Искрой называется самое маленькое свечение, которое только может быть со стороны света или со стороны Творца. Это то же самое, которое раскрывается в человеке. Искра — это начало раскрытия Творца в желании получать, в человеке. Это начало самого человека во мне, подобного Творцу. И тогда эту искру я должен соединить с желанием получать, чтобы они оба находились в гармонии, в правильной связи. В этом вся моя работа. Пока вместо искры не раскроется Творец, а вместо желания получать, не раскроется все желания, и тогда они будут вместе в полном слиянии.